Опора эти мамы, папы, мужа, они только у Бога. Очень хорошо лечится, 21 раз в день повторяю на пояснице. Господи, ты моя опора, опираю только на тебя. И через голову ты даст мне опору, я на этой земле приму. 21 день или 21 раз? 21 раз, пока поясница не пройдет. А если шея? А если шея? Шея, это много причин. Это может вишенье, остеокондроз, это может быть компьютер. Здесь нельзя сказать, да? То есть психоэмоциональная причина шеи, это причина, что слишком много берем чужую ответственность на себя. Мы чем, нощая тяжелая, то есть надо разгрузить свои плечи, брать на себя только, сколько можете нести, шея пройдет. Ну, если это психоэмоциональная причина. Но когда эта психоэмоциональная причина больше 2-3 года, она уже превращается в нарушение шейных позвоночников или шейных хвостов, хондроза. То есть такого нет. 21 раз повторяется одной и ту же фразу? Одной и ту же. Ну, может, такое, что меняет, если придет в голову, помните, да? То было в половых отношениях, либо в образ пойдет. И так вы повторяете 21 раз, и 21 раз отрезаете митку. В конце, после 21 раз, надо говорить еще одну фразу, еще одну аформацию, которая называется «Благодарю тебя за тот опыт, который мы прошли вместе. Этот опыт меня делал гораздо мудрее. И большой любовью и благодарностью желаю у тебя полной свободы и успех в твой жизненный путь». «Благодарите за все хорошего и плохого, которое вы прошли вместе. И отпускаю тебя на полном успехе твой жизненный путь. И отпустили колю». И так далее. В этом есть несколько модификаций, которые я сейчас вам повторю. Здесь так, то, что вы сказали, коля, отдай мне, забери себя. Вы полностью отдали. Вы получили энергию. Уже эта энергия через 10 дней ваше биополе не выдерживает. Когда вы чувствуете, вы много энергии набрали от старого депозита, у вас придетесь ваш господин, с которым вы сейчас живете. Поняли меня? Которым господин или господи, это не только для женщины, это для мужчин тоже работает. Который господин или господи, вы сейчас живете и говорит, допустим, тут жюрист, да? Или матиз. Дорогой мой, любимый матиз, вот тогда бери эту мою любовь в наших отношениях. То, что вы даете эту любовь на свой матиз. Поняли? То, что, допустим, у вас сегодня матизм какая-то ссора. Матизм ходит недовольный, потому что ему нужна энергия, у вас нет его давать. Поэтому вы не знаете, чего матизм сегодня недоволен. Ну, например, да? Вы зашли в туалет, или ванной купаться, и там набирали воды и начали медитировать. Ну, матизм пока телевизм смотрит. Вы там медитируете 21 раз. Коля, иди сюда. Благодарю тебя 21 раз быстренько. Отдай мне все, то, что предназит меня, забери себе то, что тебе. И набрали энергия из старого депозита. И потом говорит, матизм иди туда. Матиз, на тебе энергия, которой не хватает. Не обижайся, не ссорься. Вот тебе энергия, матизм. Вот тебе энергия. У меня и матизм хорошие отношения. Я, матизм, тебе отдаю все энергия, которой не хватает наших отношений. Я, матизм, даю тебе все энергия, которая вызывает пустота и безразличие наших отношений. Матизм, мой дорогой, любимый, что тебе еще надо? На тебя еще, убери нас, да? Что матизму еще надо? Внимание надо, да? Что он вредный, это матизм? Матиз, на тебя. Ну, я не могу сказать, что хочет ваш матизм. Любви, благополучия, здоровья, счастья. Вы сами узнаете, что ваш матизм хочет, правильно? И дайте себе матизм свою энергия, да? Или жюристам, имя сами ставите. Но это тот матиз, которым ты в будущем будешь? Который уже живет. Ты и здесь рассталась, и здесь женщина рассталась, и здесь уже новый парень появится. Вот эти старые отношения, как говорите, вмещают. То есть берем вся энергия из старых отношений, составляем между себя и матизм. Новых отношений. А если матиза нету, то старые отношения? Если матиза нету, берем из сахарной ваты, такой красивый костюм, матиз. Да? То, что говорим, то, что матиз, где ты? Давай увидимся. Даем энергию. Матиз, где ты? Увидимся. То, что не имеет значения, если матиза нету, он где-то есть. А если этот матиз уже два шага в прошлом, но ты его хочешь на два шага вперед вернуть? Начинай матизу давать. 108 раз? Взяли просто почист, вот эти напряги, которые матизу выгоняли от тебя. Потом не нуди матизм, не включай женская славость перед матизм, скажи матизму. И я отзываю. Ну хочешь, ну ладно, иди дальше. Иди дальше. Найди себе другую. А матиз говорит, нет, я с тобой хочу. Я все-таки хочу, да. Ты его доведи, да, это. Ты сам говорил, я хочу. Потом мне было, я хочу говорить. А дома продолжай. Дома продолжай благодарит. А когда ты свое продолжай, просто... В общем, хитрее надо быть, да. Мудрее надо быть. А скажите, а если вот во время этой медитации есть такое ощущение, как будто вот ты сам освобождаешься, а твое тебе обратно не возвращается? Это что-то неправильно? Значит, не благодарили. Значит, вы бросили один пункт этой работы. То, что вы 108 раз. Не благодарили, хотели сразу на второй пункт пойти. Или мало благодарили. Или не получилось благодарить сердце, а мозгам. Тепло не... Если вы правильно благодарите, у вас слезы должны идти. У вас... Как вы хотите или не хотите, обязательно слезы будут капать. У вас пройдет вся прожитая дезинга там. Вы анализируете все свои ошибки, плюсы и минусы. И вы этим благодарите искренне. И тогда пойдет второй этап. Если вы будете делать механически, я вас рекомендую прийти на сеанс, ну, сеанс рейки, наши специалисты, слезы, переведут один раз, все вещи хотят. И тогда будет все получаться. Что переведут? Простите. Медитацию. Ну, без слезы положат руки на плетях, и как... по голосу вы пройдете эту медитацию. И потом, когда один раз прошли, будет легче. Сейчас 8 часов? Да. У вас многих мать здесь? Что? Многих здесь в школе. Могу везти сейчас. Можно дальше. Сколько желающих? Медитацию хочет провести. Медитацию? Да. А с тех, кто с отколей? Ой. С колей. Хотите с колей? А с тех, кто с отколей? Я один раз переведу. Ну, просто я не могу 108 раз благодарить. Ну, один раз ему поймем. 21 раз благодарю, да. Я успел. Если что, я могу на кружке провести? А на кружке переведу. Я кусочек маленький. Состояние вам передам. В каком состоянии? И Коля вернется? Какой сель ставишь? Тебя сель Колю вернут? Да. Ты вернешь Колю. Если Коля уже в другой семье живет, тогда не надо. Нет. Коля еще не... Никакой нет. Коля еще нету, никакая подруга, никакая... Может, и есть, и не знаешь. Если... Если много подруг, значит, не одной. Правда? Да. Ну, поэтому нету. Поэтому начинай с благодарностью. Да. Коля ублагодарил за каждый скандал, который был с Колей и так далее. И будет у вас... Да. 108 раз. 108 раз, пока Коля не вернется. 27 дней. Нет, пока Коля не вернется. Пока не вернется? Пока Коля не вернется. Или я не сойду с ума. С ума ты точно не сойдешь. От тебя спорят другие. Ты магму свою получила? Если Коля не ушел, твоя магма не может не так много весела. Тяжелый, Коля. Если ты... Сколько времени назад Коля ушел? Ой. Ну, где-то в 3 месяца надо. Да это еще ничего. Сколько есть? Ну, еще. Если 3 года, тогда магму. Нет, нет, нет. Это терка. Что? Это терка. А, терка. Кто главный? Ну, да. Ты не берись радио на магму. Это маленькая магма. Она летит. Все, начинаем? Да. Я совсем другую ТМУ собрался сегодня вести. А если наоборот хочешь, чтобы освободиться, да? Ну, вот это я забью. То же самое надо? То же самое. Благодарить все равно надо. Если люди расстаются в ссоре, и они второй раз семью не создаются, потому что они становятся... Когда они расстаются, они становятся энергетически инвалидами. Понимаешь? А когда она энергетически инвалид, она хорошая, а приходит Коля, он говорит, Валя, ты такая хорошая, ты такой прекрасный друг, ну, ты пойми, нам не попутай. Мужчины перетягиваются, и они чувствуют, что у них нет энергии. Это не энергия. Друзится, и все, расстаются. И она не понимает, почему. Но она просто не знает, что после расставания один или два раза она уже энергетический инвалид. У него большой кусочек женская энергия, которая держит должного мужчина. Просто ее полях нету. Ее надо работать вот этой медитацией. или, или из которых эта медитация не помогает. Я прошел к учителю. Я говорю, девушка была любовницей, она была, дала мужчину энергия, а мужчина свою жену, а энергия не вернулась, она вообще пустая стала. Молодая девушка, не замужем, была любовницей, не может создавать нормальную семью. И тогда учитель давал мне посвящение Богородице. Тогда свое посвящение Богородице получит. Надо девять женщин, минимально, то есть девять корни Богородицы, и тогда я могу это посвящение давать. Но это посвящение, здесь медитацию надо читать сто восьм раз Богородицу, и три медитации. У нас здесь диск-одью, где это делается. Здесь книга «Круг женской силы», сейчас она называется «Секреты женской части». Я вам, женщина, ну вы три месяца работаете, так? А если надо, я это посвящение переведу в следующий приезд, так? Мы можем организировать семинар Богородица в каждом женщине и восстановить энергию женской сутны, это как потребление. А когда в следующий раз появится? Ну, через три месяца за час-то прежде, это будет май, да? Май. Сейчас какой месяц? Февраль. Февраль, потом март, апрель, май. Хорошо. Планируете, если девять женщин будут, я переведу, в диски перевезу, аудио, чтобы не могли делать. И там три этапа медитации, первый этап. Мы обращаем, ну, Богородица образ, покрова, корневой, так, где-то, трой этап. Круг, женщина дает, у нас мужчину энергия, мужчина, женщина. так, идет. Третий круг, женский род, энергия рода, женская, и первый круг, это Богородица. Там три круга идет. Первая восстанавливает энергия женщины в форме Марии. Марии, видите, в общем, фотография, и икона Мария, которая вам нравится. И мы представляем, эта икона на каждой своей оболочке и идет посвященная Богородице, покрова, знак Марии. Когда она полностью уберет эта женская энергетика, она эту энергию дает противоположному путь. Так, если мужчина есть, хорошо нет, представляем в такой образ мужчину и делаем энергия. Здесь четыре женские цекры. Первая корневая женская, она все время боится, опереживает. Вторая хара, работа, дом, зарабатывать деньги, мужская. Солнечная чекра, эмоции. Сердечная чекра, мужская храбрость. Горловая чекра, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, опять женская. Третья чекра, мужская ловика, коронная чекра, опять все время болимся, о господи, это женская. И мы там учимся, вот этот круг, то что женщина дает мужчину ударю, мужчина дает женщину эмоциональную поддержку, эмоциональную поддержку, женщина получила, она кравли, он дает ей сказать, я хочу дачу, так далее, так далее. Он дает мысль ее, на третьей чекре, чтобы дачу, она говорит, он на мысль ее говорит, что если дача, мне надо зарабатывать сколько, она берет на коронный и говорит, господи, дай мою мужу сколько, чтобы я зарабатывал, он растет, ну, и духовный, и материал, и она получает энергию, и опять на свой корневой чекре. Начинается в трой она оберегает мужскую энергию, потом сердечный закручивает мужскую энергию, вот такая здесь медитация, здесь книга, может, у кого-то здесь, в прошлый раз эти книги я продавал, надевала круг, джинская сила, может, кто-то купил у вас, да? Здесь кого-то? Тебя раз? И эта книга, там эта медитация написана, очень подробно, здесь на диске. Сегодня давайте переведем эту. У меня, я в Харькове проводил 6 дней для женщин экземинар, все не мог высказать, потому что эта тема, это джизин, это джизин, я не мог сегодня с вами еще сказать, мне есть еще там, радость, сатва, там, и к какой атмосфере женщина относится, потом по социальной жизни, когда женщины живут без мужа, они тоже достатки, самодостаток без мужчины или со мужчиной, и как это компенсировать, все еще продолжим, в мае месяц, хорошо? Если вы будете что-то делать, что я говорю, вы в мае месяц будете тут, если вы ничего не будете делать, ой, индус хорошо сказал, вас тут не будет, это гарантировано. Поэтому со мной дружится, который трудолюбимый человек. Те люди, которые хотят трудиться, они уже мастерами успешные бизнесменные в Украине, они трудятся, трудят и будут трудиться, и всегда со мной дружатся. А который человек теретик, умные вещи слушал, ничего не практиковал, он пошел дальше теорию читать, ничего не меняет. Если хотите что-то поменять в своей жизни, практикуйте, теория вас не спасет. Меня спасло это. Я встречал с девушкой, ее не пускал в голову. Опознакомился с девушкой из Кришной. Хорошая девушка, конечно. Я про таких девушек считал в Камма-сутре. Девушки бывают падма, лотос, у них большие глаза, маленькое лицо, и они идеальны, как богини. Бывают девушки очень красивые, длинные волосы, но пахнет рыбой. Это Шукунтова, второй вид женщины. Есть третья, очень уверенная, не красится, и так далее. они имеют мужские энергетики. Очень хорошо поддерживали. Я это все читал, действовал, все хорошо. Но когда я эту девушку видел из Кришной. Одни глаза. Говорю, вот это она, повезет, если кто-то ее будет, может. Я истрижал, тогда с другой девушкой. Пока я там расстался, и эта девушка пришла, такая хорошая девушка, я не отказался снизить. А вспоминаю про той. Она рядом сидит, говорю, слушай, очень хорошо, но я той люблю. Сколько я ее обезал. И потом у меня потихоньку одна женщина из Луганска мне рассказывала про этой практики. Она психолог, многим практиком занимается, обиндивидиуме. она мне рассказывала, как надо работать. У нас здесь в Харькове буфете жили-били. Я полчаса работал в СМИ. Она слушала это врач, она термотолог. Она меня медитировала. Я вышел, тот девушка, с которой я расстался, она приходит на встречу, а эта женщина со мной. Я говорю, что дальше? Она говорит, я пошла. Разберите. Мы пошли кафе. Я эту девушку говорю, слушай, я уже так делал, я благодарю тебя. Чай, торт, я физически так говорю, благодарю тебя за тот опыт, который мы прошли вместе. Я уже в глазах смотрю и говорю. И она мне отвечает, благодарю тебя за тот опыт, который ты мне дал. Я уважила иностранов. Я нашла храбростью американец, вышла за ним замуж и так далее, и так далее. И уже уезжают в следующий месяц в Америку. Она как горе, гора сняла. И с того дня, как отрубила меня, я про ее вообще забыл. Даже до того у меня было такое чувство, ночью снилось, она придет, мы вместе живем. Такое чувство. И все, как финал произошел. До того я работал, работал. Так эта методика работает. Одна девушка Луганская с мужем рассталась и муж выгонял ее. Она так работала 40 дней и 41 день ходила к нему и сказал, слушай, Коля, ты нашел себя жену, помоги мне найти женика. Он обалдел. Опять 40 дней работает Коля, он ее не отпускал. Она жила в его квартире, в которой она и у нее так все отрубилось, что она нашла в Киеве работу, уехала в Киев, уехала двухэтажный частный дом от работы, у нее жизнь пошла на другую сторону. Поэтому иногда старые отношения так нас мучают. Мы как середины, ни туда, ни сюда. И торчим в середине, а в середине всегда ад. Живем с другим человеком физически, а в душе другим. Нельзя так, это разрушает нас внутри. Если оно так есть, если приняли решение, или туда, или туда. Если не получается, давайте поженимаем. Я знаю, это дела непростые, я сам это мучился. И каждый у нас в жизни это проходит. Я когда оторвался, я начал жить, я начал принять эту девушку, она звонит с моей жены и мать трех детей. Она меня так поддерживает, действительно она форма под меня. Я здесь, я за границей, я в Индии, я ничего не переживаю до дома. Она говорит, папочка, все под контролем. Вчера у нас бросила работу директор центра реки Харкови. Ровное место. Вчера была презентация. Моя жена никогда не женят я не провела, никогда не ходит в школу реки. Она вчера провела прекрасную презентацию. Никогда. Я просто шокировался утром. Она мне звонит и говорит, я провела презентацию. Я не знаю, как она провела, что она знает. Никогда она не ходит, ничего, только меня дома слушает и подчиняет мои мозги, тебе крылья выросли, пускай на землю. Или приедет тебя планета земля везет. Она так шутит всегда. Я какого-то сеанс делаю, она там ждет, ждет. Планета земля везет. Я не знаю, что это .